Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена и я рассказываю вам о разных сторонах жизни в Италии. Сегодня я хочу с вами поговорить о вине. Раз вы переехали в Италию или собираетесь переехать в Италию, значит вы столкнетесь с вином. И поэтому я хочу вам рассказать о самых распространенных ошибках новичков. Что самое главное? С чего мы начнем? Начнем мы, конечно же, со знакомства со стаканами. Так, упала пробка. Знакомство со стаканами. Смотрите, даже по тому, какой стакан, по форме стакана можно определить уровень ресторана. Вот у меня в руках стакан для белого вина. Видите, у него острое дно, потому что белое вино не нужно смешивать с воздухом. У красного вина вот такой вот стакан красного вина. Для красного вина у него всегда очень такое круглое дно, потому что красное вино нужно, чтобы оно набиралось воздуха. Красное вино раскрывается на воздухе. Итак, сначала о стаканах. Смотрите, чем у стакана длиннее ножка, чем стакан вот такой вот более хрупкий, тем выше уровень ресторана и тем это считается элегантнее вот такой вот стакан. Например, уже этот стакан, видите, он чуть-чуть проще. Вот видите, ножка короче, она не такая утонченная и сам тюльпан, конечно же, попроще. Как только вы пришли в ресторан, вы так взглянули на стакан и сразу понимаете, перед вами хороший ресторан или что-нибудь такой вот попроще среднего уровня. Дома мы очень часто используем вот такие вот, потому что они стоят мало, они не бьются. В общем, такие прям, как итальянцы бы сказали, бекерри да баталья. Ну, то есть, либо на пикник, вот их с собой всегда. Правда, вот если класть стаканы в посудомолку, они белеют, поэтому со стаканами приходится их мыть вручную. Итак, начнем с белого вина. Оно помягче, оно послабее вкус, поэтому после белого вина красный вкус все равно будет чувствоваться. Белое вино нужно держать в холодильнике. Я не буду вам забивать голову температурой, какая должна быть температура и все такое. Оно должно быть прохладненьким. Открывать его можно прямо перед приходом гостей или прямо перед подачей на стол. Теперь самая главная ошибка, которую часто, часто, часто делают все. Вот, смотрите, вино никогда не наливают полный стакан. Вина наливают вот какое-то количество на донышке. Во-первых, некрасиво, когда стакан полный, вот так вот налить, как будто человек никогда вина в своей жизни не видел и там пытается захватить максимум. Обычно вот ведро со льдом такое серебряное и бутылка с белым вином держит в этом ведре со льдом, чтобы оно не грелось. Поэтому стакан имеет смысл наливать немножко, чтобы оно не успевало согреться. Не очень хорошо смеяться над людьми, но я вам просто покажу пример одной девицы. Посмотрите, сколько вина налито. То есть это показывает, что она либо никогда не имела этого вина вдоволь, либо просто элементарно не знает. Белое вино должно быть холодным. Необыкновенное. Теперь, если пить белое вино просто вот так вот, да, она кислое. Она кажется очень кислым. Италенцы никогда не пьют вино просто без ничего. Но если съесть кусочек рыбы и после нее выпить глоточек вина совсем другой вкус совсем другой вкус и у рыбы и у вина так попробуем здесь я что это у меня с гомбро совсем другие ощущения необыкновенным вино она как бы обволакивает вкус рыбы и она становится таким мягким и ароматным и она очень приятно сопровождает вот эту рыбу поэтому белое вино пейте с рыбой но в крайнем случае с легкими сырами не пейте с фруктами либо само у меня когда я приехал в италию мне казалось что вот белое вино нужно пить вечером сидеть на террасе и пить белое вино нет просто белое вино без ничего кислятина и невкусно элементарно невкусно в общем итальянцы всегда его пьют с едой так белое вино с белым вином мы разобрались так сейчас я поменяю приборы так красное вино конечно же с мясом так вилка нож повернут в сторону тарелки убираем белое вино убираем так ребята о красном линии вы спросите как выглядит жизнь эмигранта жизнь эмигранта выглядит так что ты просыпаешься утром просишь мужа съездить на ближайшую контейну которых в каждой деревне огромное количество и получаешь хорошее качественное вино например белое вино из ларета прутину вот из соседней деревни которые кантина валентини она в этом году вошло в список 50 лучших вин мира ну то есть муж тебе приводит из соседней вот из твоей кантины деревенской приводит тебе одно из лучших вин вот я хочу вам показать меня вы видите как я приспособила микрофон потому что я буду пить убьюсь и микрофон не может упасть итак вернемся к вине вот в нашем деревенской контейне притащил мне муж дзанна дзанна это конечно необыкновенная штука как говорят все виноделы вокруг дзанна это берла наших вин дочи джи потому что простые и на мы вообще не имеет некоторого обозначение вина качественные этот докORD дали национальное пределы контур латы и только самые 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 качественные вина это дочь и джи сейчас я и покажу а вот видите дочь и дьи это для номинационное коричи на контролната гарантина то есть гарантированно что виноград неоткуда-то из морока так ли без китая привезены в концентрате это виноград который выращен здесь собран здесь это вино необыкновенное конечно же я думаю что она достаточно знаменитые его везде можно найти тоже кстати не реклама правда вкусный правда мне нравится итак о красном вине красное вино она если капнет куда-нибудь то конечно же вам зальет скатерть или зальет одежду поэтому часто на бутылку вина можно просто вот так вот и еще один трубку смотрите если вы просто будете наливать то тогда есть риск что вино потечет по бутылке чтобы она не потекло нужно будет повернуть руку поэтому вы сначала разворачиваете руку так вот неудобно начинаете наливать и потом когда готова вы его так вот раз поворачиваете и все и тогда вино не капнет нигде вот и вот она останется тогда вот здесь эти капли полетела но она осталась на салфетке красное вино конечно же нуждается в воздухе поэтому его стаканы вот такие вот с круглым дном и красное вино вот так вот помешивают да итак о боже какой запах если первая ошибка была наливать полный стакан вина ну вот мы помним эту девочку то она такая вот приметная ошибка вторая ошибка не очень приметная и ее допускают даже такие казалось бы светские львицы которые там говорят о том что они такие вот прям да ну да какая ошибка ошибка вот хватать стакан вот так есть несколько причин во первых останутся следы от рук я понимаю что руки у вас чистые но тем не менее стакан должен быть кристальным особенно если это хорошее вино видите оно стекает вот так вот по стакане вот такими вот штуками видите треугольниками они называются как же называется ножка дамы дамские ножки говорит о высоком высоком качестве вина видите вот она захватывает даже ну в любом случае белое вино красное вино итальянцы держит вот так стаканы крайнем случае вот так но во первых если вы его так возьмите вы его согреете и оно будет невкусным и во вторых вы разрушите структуру вина потому что хорошее вино оно проходит очень сложный процесс подготовки оно собирается деликатно потом выстаивается в этих огромных бочках потом еще маленьких барик там выстаивается потом его долго держат в подвалах и здесь огромное количество работы здесь огромное качество если вот псевдодама хватает вот так ну то это либо неуважение к труду другого человека либо то что она никогда не пила хорошего вина и поэтому не знает какая-нибудь смесь спирта и краски не разрушится от того что его так вот схватить а если же это правда хорошее вино с деликатным букетом то оно потеряет вкусовые качества и потеряет аромат поэтому дамы которые пили в своей жизни хорошее вино не схватят вот так будут держать так либо вот как итальянцы хочу вам показать фотографии когда в моей деревне собрались все окружающие виноделы потому что моя деревня славится именно винодельнями у нас их 14 или 13 штук и когда все приехали вот каждый из наших виноделов выставлял свои вина и гости пробовали посмотрите как держат стакан итальянцы вы видите это никто не хватает за стакан теперь о красном вине вот это вино которое мне привез сегодня оно 2015 года 2015 года то есть ему четыре года такие старые вина для того чтобы они лучше раскрывали свой аромат конечно же лучше всего пропускать через декантер так вот эта штука она называется декантер вот мы сюда выливаем вино понятно он должен быть сухим абсолютно и вот так вот его размешиваем вино лучше открыть за два-три часа до употребления особенно если это такое вот старое вино и вот так вот помешивая оно набирает воздуха и после этого если его вот так вот помешать немного после этого если его налить вот видите как скатывается капля но салфеткой и схватит сейчас вот она вот схватилась и так вино которое уже пропустили через декантер которые проветрили конечно совершенно оно начинает пахнуть красивейшем букет в общем всего много 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 и она начинает красиво и очень вкусно пахнуть но опять таки с красным вином еще важнее чем с белым его ни в коем случае можно если вам нравится можно пить вино просто так но красное вино очень сильное оно моментально схватит ваши вот вкусовые рецепторы если его попробовать просто без ничего оно будет вяжущим таким кисло вяжущим и это даже неприятно но если взять кусочек мяса любое оно может быть там какой-нибудь реально либо если съесть кусочек мяса и после этого попробовать красное вино совсем другой эффект у вина появляется новый вкус другой вкус да это мясо тоже слишком слабое за ним нужны очень-очень старые сыры либо вот такой прям вот говядина стейки фиорентина всякое мясо такое прям вот сильные с сильным вкусом и тогда вот это вот вино очень сильного вкуса уравновешивает что еще я хотела вам сказать так о красном вине примерно все так мы говорили что вот так нельзя хватать стакан вот так вот так вот так можно брать вот так можно брать только стакан коньячный видите он с такой низкой низкой толстой ножкой так коньяк потому что коньяк если его налить чувствую сегодня так и коньяк вот тогда держит вот так вот в руке тоже вот помешивает чтобы он набрал воздуха и держит в руке вот так вот коньячный стакан чтобы согреть напиток потому что согрев коньяк он раскрывает тоже свой аромат и тоже посмотрите какая форма тюльпана вот он собирает весь аромат чтобы когда вы пьете вы чувствовали этот аромат и тоже правда красиво пахнет если его согреть пахнет карамелью еще чем-то какой-то не особи так с коньяком мы проговорили и так первая ошибка наливать полный стакан вторая ошибка хватать вот так вот стакан вот руками и третья ошибка пить без еды без закуски без закуски можно пить но там где с фруктами со сладостями можно пить только спуманты для спуманты отдельные стаканы которые называются флюты вот они такой формы коньяк мы пьем с фруктами либо с шоколадом очень вкусно с шоколадом горьким черным теперь коньяк отставили вернемся еще раз к спуманты спуманты его можно наливать полный стакан и его можно пить без закуски ну либо с фруктами со сладостями спуманты пьют даже как аперитив теперь хочу обратить ваше внимание вот спуманты можно наливать вот так вот пролила конечно же наклюкалась вот спуманты можно наливать вот так вот даже целый стакан обычно наливает чуть меньше но я налила от души вот и только спуманты можно наливать полный стакан все другие вина максимальное количество вот здесь уже пожалуй перелила максимальное количество вот оно правильное количество ни в коем случае не больше о спумантах что еще хочу вам рассказать о спумантах вот очень часто в Италии продается вино фрицанте или спуманты спуманты или вино фрицанте вот такое вот это вино в которое просто накачан газ то есть винная газировка кроме этого вы можете купить так забыла открыть ну ладно не буду открывать вы можете купить вот такое где будет написано методо классико видите вот что такое методо классико методо классико это именно тот способ которым готовят шампанское только шампанским может называться вино которое приготовлено в шампане да то есть они собирают виноград давит вино раздевает его по бутылкам закрывают вот этой пробкой и потом видите вот здесь такая штука вот эта штука чтобы можно было поворачивать бутылки вот потому что они вот должны лежать вот в таком виде они лежат много много времени их переворачивают периодически до того момента пока это вино не пока здесь не наберется газ сам самостоятельно из-за вторичного брожения то есть если вот это разлили накачали газами все и отдали то методо классико это тот знаменитый метод которым готовилась шампанское то есть можно сказать что это настоящее шампанское только из итальянских вин вот и тогда весь осадок собирается здесь потом его на секундочку макают в холодный азот замораживает потом вынимают пробку выбрасывают вот это замороженная часть вместе с осадком а вино переливают в новую бутылку и закрывают вот такими вот пробками это все что я хотела вам рассказать о вине ставьте лайки пожалуйста делитесь этим роликом в социальных сетях подписывайтесь на канал оставайтесь со мной всех обнимаю пока пока